И что сейчас происходит? Почему этот следок просто берёт и парит? Всем привет, друзья! Добро пожаловать на девятнадцатую серию наших магических и немножко технологических приключений. Всё-таки эти шейдеры капецки классные, они даже размыливают всё на заднем плане. Но, к сожалению, да, вы уже знаете, использовать их я просто так не могу. Так что я и решил скачать текстурки, не специально для Таункрафта, так что никаких проблем не возникнет. Начинаю я фиг пойми где, не просто так. Так, я летаю по домам, совершенно рандомным, и смотрю, что есть у других людей. И вот, допустим, домик, не знаю, это подписчик или нет, но у него какие-то тотемы стоят. Асматический стол зачарований. Знаете, выглядит очень срано и непонятно, для чего это требуется. Возможно, для прокачки предметов. Но я прямо сейчас полазил в наши книжки и ничего подобного не нашёл. Всё просто. Оказывается, я до него ещё не дошёл. И первым делом мы должны изучить зачарованную ткань. И, опачки, она уже открыта. Чего? Всё напутал. Потребуется ткань поглощения заклинаний. И вот те самые тотемы. Как видите, здесь очень и очень много разветвлений. И эти тотемы нам помогут зачаровывать предметы. По-моему, звучит очень даже интересно. Исследуем, и давайте посмотрим, как это дело крафтится. И... нет, стоп, опять изучение. А я уже подумал, что это у нас неизученный аспект. И нет, это у нас тьма. Но правда так светится, как будто я ещё не изучил его. Наверное, одно из самых сложных исследований за последнее время. И у меня только один вопрос. Где я сейчас буду размещать эти тотемы? Предметы для крафта мы достанем легко. А вот эти самые аспекты... С ней придётся запариться. Чужой, неестественный, жуткий... И я даже не знаю, в ком предмете хранится такой аспект. Скорее всего, в каком-нибудь обсидиане. Ну ладно, с этим разберёмся чуть-чуть попозже. Потому что прямо сейчас я нашёл способ переливать аспекты из банки в банку. Вы помните, да, у меня небольшая проблемка. Допустим, у меня очень много баночек с огнём. Они полупустые, и я думал, что их нельзя перелить. Но, ребята, я вам сейчас кое-что покажу. У нас есть вещь под названием «Воронка для аспектов». И вы её сейчас не видите, потому что нам придётся её изучить. Первым делом у нас идёт светящийся газ. И это капец, какое лёгкое изучение. Наверное, крафтится он точно так же очень легко. Ну, не сказал бы, что это сильно уж таки и сложно. Вот только я не понимаю, зачем ты нужен? На этом останавливаться я долго не собираюсь. Гиперэнергетический нитр. Название капец, какое сложное. Берём и исследуем. Исследуем просто тупо за аспект. Это точно так же и воронку для эссенции. И дальше у нас идёт таун-восстановитель. О нём чуть-чуть попозже. Вы... Вы чё, серьёзно, что ли? Камень и таун-слиток ничего больше? Но, к сожалению, у нас закончились таун-слитки. Так что мы сейчас по-быстрому их скрафтим. И всё будет у нас хорошо. Крафтим сразу побольше этих самых слитков. Потому что они постоянно требуются. А у меня их постоянно нету. И что сейчас происходит? Почему этот слиток просто берёт и парит? Подобрать я его никак не могу. И ладно, давай лишние аспекты мы выливаем. А вот что мне делать с этим слитком? Неужели это останется просто как украшение? Окей, надеюсь, это мне потом не помешает. У нас есть дела поинтереснее. Берём и крафтим нашу воронку. Одна банка внизу, потом следует воронка. И эта воронка, она просто тупо не ставится. Подождите. Её вообще поставить никуда нельзя. И, походу, я чё-то сделал не так. Я так и думал, потребуется обычная воронка. И сверху на эту обычную воронку мы ставим воронку для эссенций. Вот так вот сверху ставим баночку. И, по-моему, у меня ничего не получается. Надо ставить, не нажимая shift. И... Ага, ага, всё вижу. Не работало, потому что воронка не была подсоединена к банке. И смотрите, что происходит. Здесь 39, а здесь не показывается. Ребята, всё нормально, всё работает. Просто эта системка, это немножко богучая. Я ставлю банку, и она не показывается, что она переливается. А когда я сломал банку, вот что я получил. Просто пустую. Вампиризм, быстрая стрельба и разрушение. Всё это я очень сильно хочу уже прямо сейчас. Но... Проблемки. Начнём мы, пожалуй, с самой обычной ткани. И для начала надо понять, как она крафтится. Ага, угу. Понятно. Я тут в прошлой серии забыл вас посвятить в нашу небольшую проблемку. Ребята, у нас сломали все трансформаторы. Возможно, потому что напряжение было сильно большое. Или я с чем-то напутал. В общем, восстанавливаем все эти предметы. И не просто восстанавливаем, а улучшаем до вот этого. Самый последний. А нет, стоп, нифига не последний. Есть ещё круче. Окейушки. Но пока что этого трансформатора нам будет вполне достаточно. Я бы вас томить не стал. Всё скрафтил бы в паузе. Но есть одна небольшая проблемка. Это сера и сфинцовая пыль. Если со свинцом всё менее понятно, мы его просто дробим. То с серой всё вообще нифига не ясно. Серная пыль. Итак, мы тебя можем найти в сотах. Замечательно. Просто можем скрафтить с кусочков серной пыли. И нам потребуется измельчённая свинцовая руда. Или же мы просто берём порох, суём в экстрактор. И получается серная пыль. Вот зачем мне нужен был порох. Отлично, порох есть. А от экстрактора нету. Но он есть у моих подписчиков. Братишка, надеюсь, ты не против, что я этой штукой воспользуюсь. И осталось только немножко подождать. И ещё нам потребуется свинцовая пыль. Опять пользуюсь с помощью подписчиков. Потому что у меня небольшие проблемки. У меня нет трансформаторов. Нет трансформаторов, а значит пока что нет энергии. И, ребята, в принципе, я скоро всё исправлю. Знаете, хоть на вид крафты лёгкие, но на него у меня ушло очень много времени. Так, походу, наши дела очень и очень плохо. Потому что... У меня всё взорвалось. Все кобеля и спасибо, что хоть один трансформатор. По итогу нам потребуется аспект Хьюман. Или же человек и хранится он, или же находится только в гнилой плоти. Ну и ещё там в ряде других предметов, которые надо крафтить. И, знаете, крафтить что-то, чтобы потом выкинуть, мне вообще не хочется. И проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что на этом сервере куда-то испарились все вообще существа. Абсолютно все, кроме людей и этих пчёл. Вернее, ос. Я ищу хоть кого-нибудь уже минут 20. Искал сначала в обычном мире. Никого не нашёл. Пошёл в ад и в аду тоже. Никого нету. Надеюсь, с этих ос упадёт гнилая плоть. И одно осу я уже победил. Ничего не выпало. И со второй тоже ничего не падает. Кроме опыта. Не знаю, что за геноцид они тут устроили. Но, ребята, серьёзно. Это самый безопасный сервер, который я когда-либо видел. Но вот сейчас это мне на руку совершенно не играет. Потому что у меня просто нет нужного аспекта. И я не могу сделать крафт. И ещё немного побегал в аду. Ничего не нашёл. Но в обычном мире искать нечего. Потому что сейчас день. Я точно помню, в сундуках раньше у меня была гнилая плоть. Но я, скорее всего, её просто-напросто выкинул. У меня нет плоти зомби. Зато есть мозги, которые я, по-моему, ещё не изучал. И... Нет, изучал. Нужного аспекта нету. Кстати, эти самые аспекты потребуются нам для големов. И вот человек, движение и душа. Големов я собирался сделать ещё в прошлой серии. Чтобы они мне собирали урожай самостоятельно. И вот сейчас я, в принципе, добуду аспект движения. Находится он в дверях. Процесс пошёл. И у нас тут какие-то агайки, древесина. И вот движение. Мне кажется, или нам срочно надо создать ещё один перегонный куб. Я уже совсем отчаялся. И в поисках гнилой плоти я пошёл искать зомби в шахте. Зомби я так и не встретил. Но зато, смотрите, какую шахту я нашёл. Это просто какая-то жесть. Она очень и очень длинная. Ей, правда, нет конца. И этому человеку было вообще всё равно на ресурсы. Он их не собирал. Координаты, ребят, перед вами. Находите это место. Тут просто тонны ресурсов для начинающего игрока то, что надо. Ну а вот у меня, вроде как, с ресурсами никаких проблем нет. И мне бы найти спаунер было бы вообще просто суперклассно. Да ладно, мне всё-таки повезло. И я нашёл паучков, которые, к сожалению, мне вообще не нужны. Я, конечно, не эксперт майни. Но чё-то мне подсказывает, что эти паучки нужных аспектов мне не дадут. С них падают только глаза, которые вряд ли мне когда-нибудь потребуются. Но это уже хорошо, что я хоть кого-нибудь встретил. А то я уже начал думать, что здесь стоит мирная сложность. Серьёзно, ребят, пауки, это единственные враждебные мобы, которые мне встретились. Вот, заметно, наверное, 20. Да ладно, метеорит, который заспалнился в шахте. И, скорее всего, его уже облутали. Хотя, чё-то по первым признакам не скажешь. Или скажешь, окей, это всё равно очень странно. Так, парниша, спасибо тебе большущее. Ты у меня, к сожалению, не отображаешься. Ты просто невидимка. Но твой ник вот тут в чате. Хулиган, спасибо тебе большущее. Тебя не видно, но всё равно спасибо. Опа, а вот как ты выглядишь на самом деле. И смотрите, какой подарок он мне принёс. Это, походу, самая классная бароня на этом сервере. Я, конечно, её могу примерить. Но без его сета она, честно говоря, не смотрится. Его подарок мы берём и аккуратно ставим в рамочку. Вот так вот. Гнилая плоть есть, поршень готов и дверь тоже присутствует. Ну и последнее, что нам потребуется для создания големов, это песок, душ. И, ребята, на этих големов я уже потратил кучу времени и силу. Ну и, наверное, самая тупая ошибка. Вещи надо было бросать в тигель, а не вот сюда вот. Про алхимическую печку мы вообще пока забываем. Бросаем сюда раз поршень, два песок, душ и гнилую плоть. Надеюсь, здесь ничего не будет смешиваться. И нужных аспектов вроде как не хватает. Добавляем гнилую плоть. Хьюман восстановлен. Движение есть. И душа. Где душа? И почему я не вижу душу? А нет, всё вижу, всё нормально. Ничего не смешалось. Просто её еле заметно. Одна душа, а нам потребуется четыре. Значит, просто добавляем ещё одну. Нужные аспекты я уже закинул. Остаётся только создать блок сена. И он делается совершенно просто. Закидываем его вот сюда вот и у нас получается. Па-па-получается. Странно то, что у нас ничего не получается. И у меня же были вроде как все нужные аспекты. Эта фигня уже началась смешиваться, так что давайте просто всё это остановим. Аспекты улетают далеко наверх. И давайте-ка на этом, наверное, будем заканчивать. Потому что, ребята, вот мне требуется ваша помощь. Я просто не понимаю, как создать големов. Потому что я сейчас делал всё вроде как правильно. Я создал нужные аспекты, кинул сено. И почему-то голем не получился. Блок сена просто превратился в другие аспекты. И там началась вообще какая-то фигня. Они все начали смешиваться. Так что, фух. Всё, заканчиваем. Я, пожалуй, напомню, что играем мы на серию Restream Craft. И вы в любую секунду можете ко мне присоединиться и принять участие в серии. А я желаю вам огромной удачи. И до новых встреч на моём канале. Всем пока.